Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Так, с Эвраром мы закончили, это хорошие новости, и поэтому мы идём дальше. Так, чё мы будем делать? Хороший вопрос. Вроде бы Лео пока нам не готов про всех рассказывать истории. Вроде бы это там чуть-чуть погодя будет. Но я сейчас с ним заведу беседу. Пока нет. Пока рано. Значит, уходим тогда отсюда. Нечего тут больше делать. Хороший вопрос, чем нам вообще заняться? Ну, кроме того, что идти в ту деревню, у нас просто по этому городу ещё там есть недоделанные дела, которым неплохо бы сейчас сделать. Головомеру нам не надо. Так, можно позвонить тогда в... А, у нас же расследование здесь точно. Сейчас мы с водителями тогда поговорим. Да-да-да, это важно. Это сегодня надо сделать. Так, с Маньяной. Он вроде нам про это ничего не скажет, но... Спросить надо. Что ты спрашиваешь, человек? Как я могу тебе помочь? Ты можешь надавить на него, велеть показать подошву ботинок. Он определенно выглядит, как человек, способный устроить расправу. Я нашёл твою кружку в мусоре. Твоя? О, чувак, чувак, это просто отпад. Нет, ты погляди, что он творит. Давно я так не смеялся. Так она твоя? Чёрт. Ну, спасибо, веселил. Нет, кружка не моя. Он живёт не в Мартинезе. Покажи мне свои подошвы. Нравятся башмаки, да? Конечно, с удовольствием тебе их продемонстрирую. Он поднимает сначала левую, потом правую. На подошвах ботинок мужчины ты видишь затейливое переплетение линий, которые не складываются во внятный узор. Ветер завывает над Ревошольцким заливом. Поток холодного воздуха, текущий по лабиринту городских улиц. Это карта Ревошоля? Именно так. Где ты взял такие ботинки? Сделаны по заказу. Недёшево обошлись. Но зачем? Ты узнаешь, когда придёт время, начальник. Истинные патриоты носят Ревошоль на подошвах. Бред какой. Формально говоря, вы с каждым шагом топчете Ревошоль. Я так и знал, что вы ничего не понимаете в поэзии. Окей. Ладно, ты водишь грузовик, верно? Что ты думаешь про наркотики? Наркотики? Это говно, мужик. Я своё тело не загрязняю. Почему? Ты знаешь, откуда вся эта хрень? Сарамериза, Сафар, Ильдамарат. Они берут бабки у наших трачков и вкладывают, чтобы произойти нас в промышленном секторе. Они знают, что в честной борьбе нас не победить, так что надо как-то заставить нас ослабить самих себя. Это расовый саботаж. Расовый экономический саботаж. Может, стоит согласиться, чтобы разговорить его. Слушай, тут я соглашусь, наш долг убрать этот яд с улицы Ревашоля, верно? Он пристально на тебя смотрит, не зная, как ответить. Это продолжается примерно две секунды, а потом... Чёрт, не сработало. Надо было до этого намекнуть, что ты националист. Ни хера я не знаю, а если б знал, я не сказал бы. Тогда чего ты здесь до сих пор торчишь? Остальные каминероса почти разъехались. А ты как думаешь, мне грузовик без присмотра бросить? У нас тут в последнее время кражами балуются. Чёртовые кипты по ночам тут шуныряют. Если они растащат моё добро, начать-то мне жопу порвёт на твой жоп... Мне жопу порвёт, что твой жопный рак. Что бы это ни было. Видел неподалёку большой грузовик, у которого открыт прицеп, а из коробок высыпалось содержимое. По пути сюда я видел грузовик, у которого распахнуты дверцы прицепа. Ты знаешь, что там случилось? Да, я знал водителя. Честный малый, который любит свою страну. Мы с ним как-то раз спорили о генетике в танцах-трепье. Когда какие-то щенки-кипт сбили замок с его прицепа и всё растащили. Он из-за этого работы лишился. С тех пор, как его не стало, мне и поговорить не с кем. Если они пили в танцах-трепье, то откуда он знает, кто вломился в грузовик? Логично. Если вы были в танцах, то откуда ты знаешь, что кипты вломились в грузовик? А что, нам нельзя говорить, что эти кипты здесь всё крадут? Это не какая-то страшная тайна, приятель. Если не ты, то кто возит наркотики через терминал Б? А это не очевидно? Этот ёбаный си-олень из Южной Самары, тот, что с глазами бусинками. Это его дельцы на стороне, сплошной обман. Не удивлюсь, если он и наркотиками приторговывает. А ты уверен, что это он, а не, скажем, рулевая дама? Конечно, я уверен. Всё его племя прирождённые лжецы, это у них в крови. Нет, это Руби, заправляет сеть у наркотиковцев, как сказал нам Кит. Но пока стоит ему подыграть. Выясним, кому что известно. Этот си-олень, твоя следующая зацепка. Ладно, я поговорю с ним. Да, да. Вообще, как бы он нам сейчас всех сдаст, но я к нему зайду чуть-чуть попозже. Опа. Ну, это-то раньше не было, по-моему. Прикол. Ладно, забрали. С ней больше не о чем говорить. Так, тогда идём к нему. Узнавать про наркотики. Ты похож на человека, который мог бы разбираться в наркотиках. Ох, дружище, у нас с наркотиками долгая история. Я знаю, что неплохо повеселился, катаясь на безумных волнах собственного сознания. Но те дни давно прошли. Сейчас в моей жизни другие пристрастия. А почему ты спрашиваешь, дружище? Просто будь с ним честным. Ты на эти другие пристрастия деньги берёшь от наркоторговли? Слушай, дружище, ты о криминальных делах говоришь. Ты что, пытаешься провернуть со мной какую-то вашу полицейскую провокацию? Провокация на уголовное... Не уголовно наказуемое деяние. Это распространённая в полиции практика подведения человека к совершению уголовного преступления, которое он совершать не собирался. Обычно это делается путём обмана, убеждения или мошенничества. Я буду с тобой откровенным. Я пытаюсь выяснить, кто возит наркотики через терминал B. У нас есть заслуживающее доверие информации, что кто-то из шофёров в этой пробке ждёт большую партию наркотиков из порта, чтобы вывезти на грузовике в джемрок. Это не я, мужик, это точно. Мне проблемы не нужны. Всё и так достаточно плохо. Из-за тора люди уже за оружие хватаются. Того и гляди, полыхнёт. Угу. А чё ты тогда здесь торчишь? Я должен охранять груз. Начальство любит, когда добро пропадает. А у меня есть время поработать над текстами и рифмами. Он рифмоплёс. Что ж, похоже, это правда. Понятно, тогда откуда взялась ритмичная зарисовка и вообще его манера разговора. А кто тогда занимается наркоторговлей, как думаешь? Слушай, дружище, я стараюсь держаться подальше от преступного мира Ревашолия. Я здесь гость. Если хочешь задавать такие вопросы, поищи кого-нибудь другого. Мы не говорим, что он влезет. Похоже, он не врет нам, мессир. Ну, конечно, не врет. Концептуализация. Ну, должно легко пройти. Но я сохранюсь. Погоди, тут что-то есть. Задвинуто в пыльный угол. Начинается так. У зеркала всегда температура нулевая, как лёд по венам. Отражение рентген. О, а что дальше? О, а что дальше? Словно потир, что принимаешь на причастие безмолвном. Силент комьюнер. На причастие безмолвном. Сильно. Где изумлён народ, раззявив, меняешь личность, никогда не бывшую твоей. Ни хрена себе. Вот это ништяк, тема. Сам сочинил. Я лишь сосуд для своей музы. Верно. Но на самом деле, давай без этого. Вещь сильная, и мне правда хочется узнать, твоя она или нет. Я думаю, что слова мои, да. Отпад, похоже, я в тебе ошибался. Всё-таки копы в наши дни отличаются поэтическими наклонностями. Я рад встретить коллегу-поэта. Того, кто ценит настоящий текст. Остальные тут, понимаешь, они на самом деле не врубаются. Угу. Так. Красивые слова помогают мне всё это переносить. Да, я тебя хорошо понимаю, когда слова складываются. Мир не кажется таким уж беспросветным местом. Хорошо, что мы с тобой на одной волне. А, чувак. Мне это что? Просто будь с ним честным. Мне надо затрачать, я ищу дилера. Это серьезное криминалное слово. А, но про провокацию. Разумеется, нет. И что ты делаешь здесь? Так много сочетания. Но мы имеем в виду... Это не я, мэм. Нет, в смысле. Смотри, мэм. Мы не говорим, что он льет, сэр. Ага. А где этот квест-то? Какого чёрта? Найдите морала. Поделите, откуда найдите. Так, что-то я не понял. Найдите оружие, найдите вот из татуировки. А куда квест-то пропал? Я, конечно, сейчас сохранюсь. Вот здесь его посмотрю. Может, я его, типа, это... Того просрал. Фиг его знает. Ну, ладно. Окей. Так, ладно. Плевать. Не знаю, где это задание. Нет его там не выполненных нигде. Но должен быть квест, типа... Там что-то узнаете, кто... Там как возят, кто возит там эти наркотики через терминал. Что-то такое. Ну, может, я в шаре долблюсь. Ну, как бы, хрен с ним. Так, позвоним, узнаем. Может, там уже номер определили. Это броню выдали гражданину Араньей по имени Элис Картенар. Так, по буквам диктует. Точно это рождение неизвестно. Зарегистрирован в неонатальном отделении Лилиштадтской клиники 28 февраля 2009 года. В неонатальном отделении? Неонатальном отделении. Его нашли младенцем в прессе для листьев рядом с заброшенной фермой. Он провел в неонатальной клинике 4 месяца, очевидно, выжил. И два года назад был переведен в приемную семью. Вот что известно о нем. МПС. Вырос в приемной семье. В 17 лет поступил в ИС Брандскую военную академию. Это во Фреде Форте. Служил в иранской армии, пока в 41-м за год до Семенинской войны не вышел в отставку с почетом. Потом эта броня отправилась с ним на Семенины. По крайней мере, так я предполагаю. На этом все. Данных о его работе в Кренеле нет, как и в других инкарнациях этой компании. Или даже о том, что он прибыл в Ревошоль. Стоп, его нашли в прессе для листьев? Сельскохозяйственный инструмент. С его помощью опавшие листья сжимают в такие кубы. Клиника записала эту деталь. Единственное, что сохранилось в архивах. Поэтому я решила, что вам полезно знать. Это действительно полезно. Спасибо, Алиса. Так, ладно, известно что-нибудь о приемных родителях? Увы, нет. То есть, с Кренелем его связывает только броня. Это уже огромная удача. Подобные компании обычно не раз перепроверяют свой инвентарь. Спасибо. Комплимент от лейтенанта Китсураги. Это неплохо. Ну да, он ее похвалил. Так, ну теперь у нас есть его имя и послужной список. Имя. Это хорошо. По часу полицейская работа в человеческом достоинстве в том, чтобы возвращать имена безымянным жертвам. Я рада, что инвентарь помогла вашей обследовательности, сэр. 57. Закрываем. Закрываем. Отлично. Еще одно задание выполнено. Ну, здесь оно, конечно, иногда не отображается. Не знаю почему, но дневник отвратительно работает в этом плане. Так. Что мне еще здесь нужно? С этим я говорил. Да. Для начала мне пакетик в руки нужно взять. Вы, кстати, можете заценить божину. Видите, лейтенант Китсураги как на нем отображается. Капец. Столько багов понаделали. Хотя, казалось бы, пытались игру лучше сделать. М-да. За сегодня мне нужно, кстати, 20 монет сэкономить, познакомиться там с этой бабулей. Так, мы тебе сейчас вопросики позадаем, чтобы у нее ночевать эту ночь. Скажи, Сиэлень, что ты думаешь о наркотиках? Наркотики? Нет, я таким не занимаюсь. Наркотики разрушают жизнь. Если только вы не увлекаетесь наркотиками, конечно. Тогда наркотики это чудесно. Вкусные, сладкие наркотики. Я очень увлекаюсь наркотиками. Круто. Я знаю, что самые крутые из детективов любят и ценят наркотики. К сожалению, у меня нет ничего на продажу. И дома тоже нет. И с собой. Похоже, что он и вправду говорит. Наркотиков не видно ни в коробке, ни в коробке, солнцезащитными очками, ни под колонками. Угу. Ладно, на самом деле я их не люблю. Круто. Особенно после того, как вы уже сказали, что увлекаетесь ими. Все самые крутые детективы в кино употребляют наркотики. У них постоянно из-за этого внутренние конфликты. Но у меня, как бы то ни было, наркотиков нет. Ладно. Мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. Это еще круче, что вы все это расследуете и все такое, но... Я не водитель, я уличный торговец, я ничего об этом не знаю. Наглая ложь, мессир. Но с убеждением таким поверили бы мы ему, не зная мы его лучше. Но ты водитель. Другой шофер опознал тебя и твой грузовик. Кто такой говорит? Тот жирный расист, верно? Наверняка он. Давно на меня зуб точит, потому что я эмигрант, который работает усерднее него. Он меня терпеть не может. Так ты признаешься, что водишь грузовик? Нет, я просто сказал, что упорно работаю. А он урод, я... Ладно, может я и вожу грузовик, немного, но это просто работа. Это вовсе не самое важное для меня. Это... Моя мечта. Так ты забыл мне это сказать. Угу. Селень, мои источники говорят, что это ты перевозишь наркотики для профсоюза. Нет, это же безумие. Это все мой жирный ненавистник. Он за мной уже наблюдает и следит. А теперь вас прислал. Может он сам их перевозит? Вы об этом не думали? Хватит, Юлит. Что тебе известно о перевозке наркотиков в порту? Ничего, я же говорю вам, я не дурак, я не буду связываться с этой шайкой. Какой еще шайкой? Ну, шайкой с наркоторговцами. Нет, он говорил не о какой-то абстрактной шайке, это было конкретно. Это шайка. Он не хочет о них говорить, он боится. Кого ты боишься, Селень? Слушайте. Тут есть плохие люди, которые творят плохие вещи. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не впутывайте меня в этот бардак. Я 15 лет пробиться пытаюсь. Ну вот, у нас уже есть крохотная крупица правды. Держись за нее. Если ты не хочешь, чтобы тебя впутывали в этот бардак, ты должен дать нам причину двигаться дальше. Это она, понятно? Другие водители зовут ее рулевой дамой. Лучше вам держаться от нее подальше. То, как они о ней говорят, уж точно не как о даме. Ну вот, свидетель с соподкрепляющими доказательствами. Это Руби. Кто эти другие водители, которые о ней говорят? Да все, я не знаю. Я уже сказал все, что знаю. Все, проехали? Я правда хочу, чтобы мы все это проехали. Кто именно говорит об этой рулевой даме? Расист или другой с татуировками? Да все, даже те, кто уехал. Я с ними не общаюсь. Не помню, у кого там татуировки. Вон там рулевая дама? Пожилая женщина. Не знаю, может быть. Если это и правда она, то я к ней близко не подходил. Говорю же, я не хочу в это впутываться. Нет, это все еще Руби. Интересно, впрочем, что он, кажется, не знает ее существования. А ее зовут не Руби? Я не знаю. Я же говорил, что не знаю ее имени. Я все равно. Отлично. Замечательно. Давайте отметим это покупкой. Понятно. Да. Ботинки я у тебя куплю с колонками. Сядь просто ебнутся. Супер-грул! Колонки забираю, которым я обещал совка бесплатно отдать. В итоге продал их. Так, а где они у меня? Ну, конечно, мои сапоги, понятно, в тысячу раз круче. Они не очень идут, безусловно. А тут что, я не все купил, что ли? Сталищик. Это все! Ладно, плевать. Ладно, плевать. Дентологистикс компани. Так, чуваки. Спасибо, что все починили, но я должен пройти. Так, вроде когда в руках есть вот эта штука, я могу это все открывать. Да. Супер. Темные очки байкера. Эмпатия, но минус логика. Не знал, что с этими вот кусачками можно тут открывать все эти штуки. Вот, блин, раньше бы об этом узнать. В общем, огонь была. А, ловушки, кстати, уже стоят, глядите, с этими, с мошками. Ну-ка, что здесь появилось? Угу, опять улетели. Не пойми, куда надписи. Затопленная мотокарета. Пробитая мотокарета медленно тонет в островолейском океане. Она уже наполовину погрузилась в водяную воду. Видны лишь верх кабины, задние колеса и двигатель. В водяной воде наверняка холодно и одиноко. Помнишь следы шин в Мартинизе? Они вели сюда. Так вот, куда ведут эти следы. Похоже на то. Давай осмотрим ее поближе. Согласен. Определенно стоит ее осмотреть. Тебя охватывает нехорошее предчувствие, когда ты смотришь на мотокарету. В глубокой, темной, холодной воде. В горло поднимается желудочный сок. И чего ты повесил нос? Это просто затопленная мотокарета. Ну, тонут они иногда, бывает. Провести рукой по холодному металлу. Мотокарета крепко застряла во льду. Какой модели эта мотокарета? Могу разглядеть логотип? Логотип слишком глубоко в мутной воде. Не рассмотреть. Зато тебе попадается на глаза проплывающий мимо морской черт. Кто бы это ни был. Кстати, нам в отель же нужно вернуться там, поговорить с нашими коллегами. Я забыл. А как давно она здесь? Предположу, что она здесь в субботу или воскресенье. Верная оценка. Инцидент, по всей видимости, произошел в воскресенье вечером. Что ж, похоже тут заезд Джейкоба Ирвы и оборвался. Лишь шелест волн служит ответ на твою сарказму. Ты что-то сказал, лейтенант? Нет. Но я бы сказал, что машина здесь в субботу и воскресенье. Что нам делать? Давайте дождемся отлива и посмотрим, что внутри. Отличная мысль. Так мы сможем добраться до того, что внутри. Наверняка же наш гонщик оставил там что-нибудь славное. Оружие, документы, может крутую куртку. Куртку гонщика. Куртку гонщика? Ты чувствуешь с ним странную связь. Может, он приехал из гонщицкого района и любит сине-белые машины? Это как-то по-копски. А сколько ждать отлива? Не знаю. Час, максимум два. Ммм, блин. Я бы сейчас время не тратил на это. Ты усаживаешься на старой проржавевшей площадке, мир вокруг затихает. Петли опасно скрипят под твоим весом. Лишь клики чаек высоко в небе разносятся, будто далекий смех. Ага. С помощью драмы можно свистеть мелодию. Мелодия на две губах вступает в странный, но красивый контраст с окружающим унынием. Лейтенант косится на тебя, а потом, глядя вперед, присоединяется, прибавляя к твоей свою трейль. Повыше и более мелодичную. Две птахи на проводе возле моря насвистывают, смотря на воду. На тонущую машину. Дует ветер. Вдалеке за церковью какие-то бродяги спорят о пакете старой, что нашли в камышах. Еще дальше садится стая-чаек. Облака летят по небу, а тень от качели ползет часовой стрелкой. Прошло полчаса. Кажется, придется подождать еще. Самое время предложить хорошую тему для беседы. Но отлив не торопится. Насколько мне известно, он повинуется закономерностям, заданным миллионы лет назад космическими силами. Но да, пожалуй, он мог бы и поспешить. Облака на горизонте наливаются тьмой. Ползет тень от качелей. Ты слышишь вдали ворчания города? Проходит полчаса. Ты бы встал на сторону бастующих или транспортной компании? К счастью, я член независимой организации, потому не обязана выбирать из двух огней. Так, а если бы пришлось... Эхо твоего голоса скользит над водой. Странно. Неуместное здесь. Проходит еще полчаса. Ага. А теперь мы можем разглядеть марку мотокареты? Детектив, я мог разглядеть марку с того самого момента, как мы сюда прибыли. Стану, что вам это не удалось. Это Куприя, сороковая модель. Машина простая, без лоска. Ее любят рабочие, госучреждения. Пожарные службы по контролю за животными. Ну, понимаете, такие люди. Угу. Там что, какой-то номер на боку? Да, 41. Как думаете, что он означает? Он будто бы знает, что означает этот номер. Он хочет, чтобы ты сказал это сам. В педагогических целях. Он знает что-то об этом гонщике? Это, наверное, уровень в иерархии подпольных стритрейсеров. А еще это может быть номер полицейского участка, 41, вашего. В животе развивается, разверзается яма. Тебя охватывает ужасное чувство. Кажется, ты сейчас упадешь в обморок. Из качелей ладони покрываются испариной. Прогурклый воздух не вдохнуть. Боже, Гарри, боже, что ты натворил? О, Боже, Гарри, что ты натворил? Нет. Нет, просто нет. Гарри, скажи всему этому нет. Да, ваша машина в море, это ваша. Признайте это и будем думать, что с этим делать. Нет, это стритрейсер. Нет никакого стритрейсера. Все это время это были вы. Вы утопили машину в море. Но Джейкоб Ирф, лейтенант, лишь качает головой. Боже, милосердно, это моя машина, я утопил свою машину в море? Боюсь, что это так. Судя по всему, вы стартовали возле танцев. Перепригнули канал и утопили машину в море. Может, я за кем-то гнался? За кем? Не думаю, если уж на то пошло, вы, вероятнее всего, были пьяны. Наверное. Наверняка. Ха, ладно, как нам ее вытащить? Детектив. Никак. В нынешнем ее состоянии, в спасательной операции нет смысла. То есть она просто вот так там и будет? Боюсь, что вот так будет еще много лет. Сами поглядите. Кое-какие запчасти еще можно снять, но в целом машина уже утиль. Я могу ее починить. Это очень маловероятно. Вся электрика сгорела, и электромагнитный руль, и тормозная система. Найти там хоть одну целую запчасть было бы уже удачей. А через пару месяцев от машины останется только ржавчина. Дешевле купить новую. Ну, не дешевле. Эта мото-карета стоит 40 тысяч риалов. Но глобально все равно разумнее купить новую, чем пытаться золотать эту. На меня будут ругаться, ведь так в 41-м участке. Будем честны, это заметно, да, по бюджету вашего участка? Знаете, у нас на участке, кроме Мэйки Нэмэ, всего 4 машины. Это были 20% транспортного бюджета участка? Хочу, чтобы это был Джейкоб Ирф, а не я. Ну, это не он, это вы. Мне очень жаль. После этого меня не примут обратно, верно? Люди важнее машин. Обучить полицейского еще дороже. Люди, да, но не ты. Ах ты, сука, сумрак. Удостоверение, пистолет, а теперь это. Да, лейтенант получит. Есть еще четвертое. Что же это? Дороже, чем пистолет. И мотокарета вместе взятая и потерян навсегда в пучине морской. Ах ты, внутренняя империя. Так все хорошо было, мы весело насвистывали. Свистеть можно и сейчас. И вообще, темнее всего перед рассветом. Зато у нас есть подозреваемые. Коль уж мы смогли отыскать вашему карету в море, сможем и ее. Ну да. Ладно, на самом деле, мы очень два часа потратили впустую. Это не очень хорошо. Да, колда мамадаква, это хорошо, конечно. Плюс три, восприятие, огонь. Вот. Все из нее я бы достал потом. Сейчас я хочу вернуться в номер, а машину в самом конце поисследуем. Ну как, мы где-нибудь часов в девять к ней пойдем, я думаю. Вечером. Так вот, да. Пойдем где-то часов в девять. Все сольем оттуда и до одиннадцати нужно будет классе арестовать. Вот такой у меня план. Совсем забыл то, что у нас там наши коллеги тусуются. Я думаю, к бабке надо будет быстро бежать. Завидев тебя, женщина в форме и патрульного РГМ морщится. Я правда предпочла бы сейчас с вами не говорить. Патрульный самый низкий чин в РГМ, даже ниже лейтенанта и сержанта. Погоди, ты патрульный РГМ? Да. Я тоже коп. Знаю. Настоящий. Трудно понять искренне, он это или с сарказмом, но скорее всего с сарказмом. Я расследую убийство. Ты кавалерия? Я точно не кавалерия. Все в порядке, почему ты не хочешь со мной говорить? Не знаю. А чего бы мне хотеть? Блядь, коп апокалипсиса просто божественен. С чего я несу слово конца грядущего? Клево встретить еще одного копа. Я думал, мы с Кимом единственные. Нет, вы не единственный коп в мире. Что-то в ней меняется. Жалость. На нее накатывает жалость. Ладно, хорошо, давайте поговорим. Чего вы хотели? А о чем разговаривать с другим полицейским? Ты с какого участка? С какого? Участка? Господи. Он не знает. Сраный отбитый псих. Шипит сквозь зубы мужчина в очках. Ты находишь эту беседу решительной, интеллектуальной, неудовлетворительной. Может, ты что-то делаешь не так? Ты из полиции, да? Клево, я тоже. Я не... Я не знаю, что сказать. Ничего не говори, Жудит. О, а он тоже из полиции? Я? Нет. Я просто мужчина в очках. Люблю носить темные очки в помещении. И ебаный парик. Так, так. А что вы, полицейский, тут делаете? Просто присматриваю за... Тобой? Ни за кем. Я просто мужчина в очках. А ты? Сотрудница полиции. Да. Полицейская женщина, которая просто хочет выполнять свою работу. Что? Сотрудница полиции, которая хочет просто выполнять свою полицейскую работу. Вот и все. Выглядишь дерьмово. Угу. И это не метафора. Сам ты дерьмово выглядишь, мудак. Ого, а ты адекватен. Держишь себя в руках. Если позволишь маленькое наблюдение, замечу, что алкоголь отлично на тебя влияет. Ладно, чего тебе? В памяти у тебя всплывает лицо. Что-то во внешности этого мужчины совпадает. Тоже лицо, но другое. Возможно, это маскировка. Звонил в участок. Клевые очки, маскируешься? Да. Хобби такое. Будто ждет какой-то реакции. Ответа. Ждет, что что-то щелкнет. Но оно не щелкает. Кто это? Так, Ким, кто это? Я в это ввязываться не стану. Не мой стиль, думает он. Косять на мужчину в очках. И на женщину рядом. Ух, как же они на него злые. Неудивительно. Он их в упор не узнает. У меня к тебе пара вопросов. Я видишь ли коп? О чем? Ты не похож на копа. Знаешь, на кого ты похож? Как раз с мазом. На Гиомоле. Я похож на мегазвезду. Да, коп-суперзвезда, разумеется. Опять. Двисоген. Он не ответил на твой вопрос. Теперь ты ответишь на мои вопросы? Нет. Нет. А ты разве не обязан? Нет, он не обязан. Ничего он не обязан. Не будь у меня клинической депрессии, я бы сейчас расхохотался. Веселым он не выглядит. Да, давай скажу тебе нет. Если не хочешь отвечать на вопросы, может, хочешь послушать, как я говорю всякое? Вот знаешь, я не хочу слушать, как ты говоришь всякое. Брось, Жан. Ладно, говори всякое. Хочу послушать, как ты говоришь всякое. Слыхал? Он хочет, чтобы ты говорил всякое. Что знаешь? Говори. Внезапно, из ниоткуда у тебя в голове вспыхивают мысли, связанные с делом. Так, короче, я расследую тут дело. Тут повесили мужчину. Так. Кто его повесил? Известно? Пока нет. Да, я могу видеть это. Оно заметно. А почему я тебе это говорю? Не знаю. Не знаю, а почему ты? Тебе будто примерещило, что это была бы хорошая интеллектуальная разминка и могло бы к чему-то привести. Как будто привычка. Странно. О, господи, это не все. Ты хочешь что-то еще? Да. Окей, почему не? Давайте опять сделаем старое. Мы не будем ждать времени. Время не будет времени. Время же мы не тратим, времени не существует. Ну да, ну да. В общем, застрелили, повесили. Думаешь, его повесили, чтобы прикрыть реальную причину смерти? Да. Окей. Ладно. Я не знаю. О, мой Бог, есть больше. Окей, почему не? Мы все же застрелили, а потом якобы повесили, но, возможно, застрелили как раз те же, кто и повесил. Я понял, окей. Но что-то прикрыть? Это будет моя первая сумма. Да. Я бы предположил именно так. Вполне возможно. Почему я тебе это говорю, да? Я не знаю. О, мой Бог, есть больше. Окей, почему не? Давайте опять сделаем старое. Мы не забираем времени. Нет времени. Ну, а где вы? Ее искали. Мы думаем, что она может быть на побережье. К западу? Не повезло. Там все разбито бомбардировками, много укрытий. Я не знаю. О, мой Бог, есть больше. Слезай за себя. Этот голос... ...это очень мне. ...это очень мне. Ты слышал, когда звонил на участок, доложить об утере удостоверения? Погоди, твой голос, я его знаю. О, реально? Да что ты говоришь, откуда же? Я недавно потерял удостоверение, когда звонил доложить об этом. Там был ты. Ты оттуда меня помнишь? Может быть. Да, я тебя раньше... Хотя нет, пусть будет, может быть. Окей, тогда. Ладно, совпадение, видать. Бывают похожие голоса. До свидания. Снова? Мать твою, так поверить не могу. Так, что-то странное есть в этом мужчине. Разобраться. Ты знаешь, в чем дело. Вы двое будто знакомы. Просто спроси. Ладно, скажи честно. Ты меня откуда-то знаешь? О, я тебя определенно откуда-то знаю. Из другой жизни. Да? Да. Из другой жизни. Не похожий. Может, из жизни полицейского, что работает в... Как думаешь, на каком участке ты бы работал в этой альтернативной, и полностью вымышленной реальности? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Надо же. Абсолютно точно. Вплоть до десятых долей. Правда? Нет. Не правда. 41-й? Окей, окей. Так, так. А вот это уже теплее. Наконец-то мы куда-то движемся. В нужную сторону. Ты упомянул гипотетический 41-й участок. Давай поговорим о нем подробнее. Ах, гипотетический 41-й. Да, давай поговорим. Пофантазируем. Я не занят. Ты не занят. Давай подурачимся. Ха-ха-ха. В этой альтернативной вселенной, какие между нами с тобой были отношения? Давай побезумствуем. Мы предположим, что мы с тобой напарни. Как тебе такой мысленный эксперимент? Ну, мне кажется, ты балласт. Ха-ха. Я могу найти получше. Ха-ха-ха. Ким Клёвия. Уверен, он дохера польщен. Но Ким не входит в этот мысленный эксперимент. В нем напарники мы. Лейтенант молчит. Хм. Ты вроде клёвый. Я бы хотел, чтобы ты был моим напарником. Да, неужто? Или я бы портил твой стиль? Не ваше. Проехали, напарник. Вообще да, пожалуй, ты бы испортил мой стиль. О, боже, нет. Это было бы ужасно. Но знаешь, что помогло бы этого избежать? Нет. Ну, допустим, да. Без разницы. Если бы ты делал свою ебучую работу. Классно, ладно. А у тебя есть расследование? О, нет, нет, нет. Видишь ли, я люблю смотреть, как расследуют дела другие копы. Лучше меня. И следить за тобой было подлинным наслаждением. Так, только хуже. А кто ещё есть на нашем воображаемом полицейском участке? Ты не поверишь, но... Полицейские. Ха-ха. Так точно. Расследуют преступления, сажают злодеев. И ты, вообрази, не надираются к двум часам дня. Банальные говнюки в костюмах и форме. По зрелищности и экстремагантности им не сравнится с тобой. Блудным сыном Лунга. Кто такой блудный сын Лунга? О, да это же ты, наш эксцентричный гений. Судя по новаторскому подходу к полицейскому делу, только ты это и можешь быть. Ха-ха-ха. Не хочешь рассказать мне о нём или о ней побольше? Ни капельки. Это городская легенда. Об офицере, который ушёл под прикрытие, я так глубоко, что забыл, кто он такой. Повторю. Городская легенда. Он пытается защитить тебя от дальнейших надругательств мужчины в тёмных очках. Окей. Да. Да, ладно, ты понял. Шутку. На этом хватит. Давайте будем встать. Давайте скажем, что мы и я, мы партнеры. Как это для эксперимента? Я уверен, что... Лейтенант в тёмном. Я не взял, мой друг мой. Никаких обид. Будем честны. На нашем воображаемом участке звучали полностью вымышленные беседы о том, кто, в принципе, мог бы быть достоин чести стать твоим напарником. И пришли они к выводу, что человек твоего калибра сам себе, участок, ему второй не нужен. Говори. Второй тебе определённо бы замедлял. Ни дыканай, партнер. Ни дыканай. Больше мне ничего не представляется. И мне, напарник, и мне. Это просто секунд. Лишь мгновение, но ты будто что-то разглядел. Только сочувствие в его печали. Так, ладно. Про этого мужика в очках и его гипотетический 41-й участок. Странно было. Нет? Правда? Это был всецело нормальный акт коммуникации. Вот да, очень странно. Мы тут что-то упускаем, но что не ясно. Знаешь, а спроси его. Понимаю, прозвучит безумно. Но всё же, спроси. Да, я так и сделаю. Не с одного ли мы участка? Да. Да, просто чтобы отработать все гипотезы. Слушай, мне не даёт покоя вопрос. А мы с тобой с одного участка? Оставь её в покое, мать твою. Держи свою ебанину при себе и хоть раз поведи себя профессионально, чтобы тебя. Могу я вам всё-таки чем-то помочь? Да, конечно. Чушь какая. Ты ведь помнил бы, если бы вы служили вместе, правда? Кто забывает своих сослуживцев? Невообразимо. А ты с ним? Конечно, я с ним. Почему вы спрашиваете? Вы хорошая пара, приятно смотреть. А на тебя нет. Выглядишь так, как будто не моешься принципиально. Ради бога. Давайте не превращать это в очередную перепалку, ладно? Ха-ха-ха. Слушай, я просто обязан спросить, мы не с одного полицейского участка? Скажу-ка, нет. Просто чтобы посмотреть на твою реакцию. Что отвечаешь? Так. Окей. Ладно. Жан, он сказал, ладно, успокойся. Окей. Ладно, я явно ошибся. Он пожарный, медбрат, сотрудник службы по контролю за животными. Что это такое? Не коп. Возвращайся к работе копом. Больше не буду тебя отвлекать. Ха-ха-ха. Ага. А, тайный радио помех. А-а-а. Вот как это задание про наркотики называется. Блядь. Я дурак, а. Ладно, хрен с ним. Попробую помехать тебе? Ну, плату постоит от меня, не получишь, собака. Ну, на удивление, мы быстро управились. Я думал, дольше будет. Так, а мне же с ними не нужно больше ни о чем говорить, да, насколько я помню. Это такое удовольствие, чтобы... Смирная, сладкая дженка. Хм, я так понимаю, что Жанна-Мария многое для вас значила. Тут нечего понимать. Ты на ее смерть расс... Ты не ее смерть расследуешь. Ха. А что, обстоятельства ее смерти были какими-то необычными? Нет, вовсе нет. Она умерла от невмании в своей постели в 79 лет. Это весьма обычно. А когда вас сфотографировали? На Ревашольской ярмарке 91-го года в районе Фубур. Тогда устроили парад в честь имени нашего льва, Гиома Лемиона. И карабинеры маршировали в почетном строю. На фотографии ты счастливый, улыбаешься. Это был самый счастливый день в моей жизни. А что произошло между тобой, Гастоном и Жанной Мари? Мне было 22 года. Я вернулся с юга, с Икерийской операции короля Гиома. Я обнаружил свою любимую в объятиях этого червяка. Икерийская операция. Семилетняя военная кампания, в ходе которой армия Сузерена Гиома принудила жителей юго-восточной части малого континента совместно именуемых племенами Икейра объединиться под званием Знаменем Ревошоли. Тогда я вернул ее, но пока разбирался со своими проблемами... Ты был как черная туча. Душил радость жизни во всех, кто окружал тебя. Ты... Ты мучил ее. Черная туча, это звучит до дрожи знакомо. Я... Те дни и воспоминания давно позади. Старый солдат ничего не говорит. Что ж... Как-то странно, что я эту беседу не доделал. Тогда я думал, что я с ними все обсудил уже в этом плане. Кто-то сломал забор и срезал колючую проволоку. Ну, наверное, так и надо было. О, крошка церковь Сен-Санс. Ни хера себе. Вот где она находится. Кто бы мог подумать. Сгнутых железных опор качели облетает ржавчина. В острове Хибарки за твоей спиной со свистом гуляет ветер. Повсюду запустение. Что здесь произошло? В этом дворике? Он оценивает увиденное. Прикидывает, как давно жилища покинули. Кто-то решил обустроить себе дачу в... Бло Обскур. По дешевке. Ничего не вышло. Дом уже лет 10 как забросили. А что такое Блок Обскур? Черный квартал. Часть города, невосстанавливаемая... Невосстанавливаемая после войны. Или пострадавшая от бандитского произвола. Или еще каким-то образом потерявшая привлекательность. На аэроснимках участки Блок Обскур выглядят как черные прямоугольники. Отсюда такое название. То есть это часть побережья Блок Обскур? По сути, да. Это не официальный термин, но... Сами взгляните. Канализации нет, электричество не работает. Пьянство, преступность. Жить в таких местах нелегко. И уж точно строить дачу. По крайней мере, осталась кое-какая старая музыка. Да. Специально для вас. Постапокалиптического мародера. Собирающего всякий хлам и упаковки магния. Он не докапывается. Это просто наблюдение. Нам пора. Я не думаю, что наши подозреваемые в этом дворике. Прето тут негти. Да и Мартинезу. К Мартинезу слишком близко. У нас 100 реалов у нас есть теперь. Кстати, а колонки же нельзя вроде использовать, да? Угу. А, это конверт, который нам Эврар дал. Изучить план зонирования. Молодёжный центр. Он будет слишком близко к окружающим зданиям. Это неоднозначное архитектурное решение. То ли зловеще, то ли классное. По-моему, классно. Выглядит как куб из перита. Ким, что скажешь? Я не юрист по недвижимости, но выглядит неплохо. Мне нравится формат. Они ничего не продают и не сдают в аренду. Решение не идеальное, но... А как ещё строить? Это всегда создаёт неудобства. А у жителей в любом случае будут возникать возражения против таких проектов. Другого пути нет. Крутой куб из перита. Так, попытаться найти лазейку в сделке. Никакой лазейки нет. Правда заключается в том, что жители окрестных домов потеряют доступ к улице, и в течение следующих 12-40 месяцев их жизнь будет сопровождаться постоянным аккомпанементом соседней стройки. Стоп, а каковы последствия всего этого? После начала строительства пройдёт несколько месяцев. Быть может, годы даже. Самые упрямые жильцы не выдержат жизни в таких условиях. Они продадут своё имущество за гроши и переедут. Посмотри, Ким, этим людям придётся переехать. Неужели мы ничего не можем сделать? Я должен был сам это заметить. Эврар, скорее всего, следит за нами. Мы могли бы найти кого-нибудь, кто подпишет документы вместо лиц, указанных в документе. Или вы могли бы подделать подписи своей рукой. К тому времени, как он обнаружит подмену, мы будем уже далеко. Подделать. За тобой могут наблюдать люди Эврара. Минус 10, офигеть. Ну, мы не будем это делать. Переносной проигрыватель, то, что нужно. Катушка вставляется в него с приятным щелчком. Плёнка располагается как раз над магнитным считывателем. Ну ладно, послушаем. Прижать ухо к динамику. Судя по звуку, сперва кто-то перемещается по комнате и устраивается поудобнее. Потом начинает звучать простая меланхолическая органная мелодия, и по коридору вносится эхо. Вступает одинокий голос. Он рассказывает тебе о самой крошечной церкви в Сен-Санс, окружённой ещё более крошечным двориком. Ты практически кожей ощущаешь прикосновение приближённого тумана. Это мега грустно. Проходит ещё несколько секунд, и ты понимаешь, вот она, та самая реальная тема. Под неё ты разнёс свой номер, как и говорила Классия. Спой её. Челчок, а затем тишина. Плёнка останавливается. Смогу ли я спеть под такое подкройки? Думаю, смогу. Конечно, ты можешь это спеть. С этой песней ты сможешь вывести печально новый уровень. К тому же, ты ведь уже знаешь слова, ты эту песню до дыр заслушал. Ага, всё на месте, все три куплета. И на обычной стороне записаны инструментальные версии. И на обычной стороне записана инструментальная версия, как будто сама Вселенная подталкивает тебя. Остаётся только одно препятствие. Меня ничто не остановит. Гард, нужно добиться, чтобы Гард разрешил тебе спеть под коровки в танцах. Если ты это сделаешь, ты сможешь выразить свои чувства, рассказать о боли, выставить... заставить всех понять. Давайте до Гарта сбегаем. Я пока ещё могу ерундой позаниматься всякой. А потом со старухой надо поговорить. Может, даже перчатки сразу заберём. Ха-ха-ха. Гарт, мне нужно спеть под караоке. Нет, не бывать этому. Тебе нужен логический поход. Спроси, зачем ему систему громкой связи, если ее нельзя пользоваться? Это часть моего путешествия в недра своей душе. Помоги мне. Танцы, неблаготворительные учреждения и не клиника музыкальной терапии. Это коммерческое заведение. Вы распугаете посетителей. Зачем тогда вообще громкая связь, если ей никто не пользуется? Она для... не для кого. Она бутафорская. После великой караоке-катастрофы 44-го я никого к ней не подпускаю. А что случилось в 44-м? Много людей погибло из-за того, что один козел захотел попеть под караоке. Она не бутафорская, она для клиентов. Я знаю, что она работает. Ладно, хорошо, она не... Она для некоторых клиентов. Я полно... я полноценный клиент. Я платил счета и имею право воспользоваться караоке. Но... у нас нет кассет, все украли. Хе-хе-хе, не беда, моя песня при мне. Мужчина в жилете фиолетовой рубашке спялится на протянутую кассету, а потом хмурится отчаянно. Так выглядит человек, потерпевший поражение. Он знает, что отговорки закончились. Ладно, ладно. Полезайте на сцену и делайте, что хотите. Только отвяжитесь. Я вам поставлю чертова караоке. Отключу ее нахрен, промочит он себе под нос. О, да. Время надрывать. Перед ними спеть вообще замечательно. То, что надо. Твое место здесь. Ну что, вы готовы к этому своему? Дай мне знать, когда я должен включить караоке караоке. Я могу видеть. Микрофон пищит. Все вздрагивают. Ты чувствуешь себя неумехой. Ты чувствуешь как ампатяр. Какое-то должно быть держать микрофон? Смотреть зал. Еще рано. В столовую просачивается бледный дневной свет. Столы надраены до блеска в ожидании посетителей. На кухне кто-то варит кофе, но больше никого нет. Куда бы лучше выступать вечером? Не находишь? Да. Всегда можно спеть вечером. В большой толпе не так страшно. Да. Лучше спеть вечером. Я надеюсь, что мои коллеги здесь задержатся. Как раз часов в семь можно будет спеть. Это, скорее всего, в следующей серии будет, но все же. Так, все мы подготовили здесь под будущее песнопение. Так что можно вернуться еще поизучать там все. Поискотнее. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Там сухо, ветер не задувает и денег платить не надо Саркастическое самобичевание нам сейчас совсем ни к чему, офицер Понимаю, ситуация удручающая, но мы должны продолжить расследование Это будет твоим спасением У тебя где-то есть дом, как у всякого копа Когда все закончится, ты сможешь туда вернуться Так, здесь следы, насколько я помню И зайдем сюда Посмотрим, что у нас здесь Очередная открытка О май Че-то бабочку-то я не помню Которую еще и драму плюс два добавляет Это хорошо, хорошо Так, тут у нас что? Потропанные жизнью деревянные доски скамейки выглядят не очень-то удобными Хм, мы можем сидеть на бенчах, после того, чтобы... Так, да, на скамейках можно будет время отматывать, если нам надо Быстрое перемещение открыто Здесь быстрое перемещение? Хера себе, я не знал Вот это они молодцы, что сделали, конечно Конечно Так, сейчас со струхой-то поболтаем Надежно заперто Че-то она там кричит, типа иди нахуй, мне показалось Хм, сапоги Че-то они там полезно добавляют, насколько я помню Восприятие И вид сверху добавляют Что? Чуть больше охват Или нет Ой, ей тоже анимацию завезли, еще одну Прикольно Прикольно, прикольно Тоже санимировали ее Но с этими персонажами сейчас пока не горит общаться Еще успеется А вот жилье мне неплохо бы сейчас организовать Добро пожаловать в рыбацкую деревню Пожалуйста, наклонитесь поближе, у меня катаракта Катарас Если вы ничего не видите, откуда вы узнали, что я здесь? Слышу, то я до сих пор отлично Подойди Добро пожаловать, офицер полиции У нас здесь никаких проблем нет, и новые нам не нужны Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы, уважаемые Мы копы-предвестники хаоса Пиф-паф, ой-ой-ой Ничего подобного, я видела вас здесь и раньше Двадцать лет назад Не было никакого хаоса, сплошная польза Но все равно в Мартинезе ваше появление считается дурным предзнаменованием Погодите, я бывал здесь раньше? Нет, не ты лично Я имела в виду РГМ Какие-то мужчины подрались, и одного из них убил другого А потом заперся вот в этом сарае Он весь ушел в себя, не смог сам открыть дверь Вы ее открыли и забрали его с собой, чтобы он мог подумать о содеянном в более укромном и тихом месте По ее тону можно подумать, что его забрали в санаторий для духовных практик О каком дурном предзнаменовании идет речь? Да, как обычно, темные вести, черные псы Так и есть черный пес, который лежит в собственные пятки Что? Без сомнения, я дурное предзнаменование Нет ничего подобного Никто не считает нас дурным предзнаменованием Нам об этом сообщили Может, а, нам бы об этом сообщили Может быть, вас боялись? Почему? Потому что ты дурное предзнаменование Но здесь тебе все равно рады, если только за тобой не гонятся вооруженные люди Хотя, может быть, и в этом случае тоже Такая уж у нас рыбатская деревня К сожалению, здесь не слишком много места для твоей мотокареты И не слишком много домов, и людей Мои дети давно разлетелись Ищут сокровища, как и все остальные Ох, ну я заболталась Что вас привело сюда? Надо, кстати, энциклопедию плюс один сейчас сделать Потому что, когда Кол до Мамадаква доучится Она у нас С ним... Она у нас снимет единичку энциклопедии, насколько я помню Скоро... А, она уже... Но все равно надо после того, как я с бабкой поговорю Ох... 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 Мир сожжется в крупицу черноты Все звуки умолкнут Вся жизнь воззапит Какой час? Час представления Священный час страха и разрушения Отчет уже начался Все склопнется Мир сожжется А, ну да, да, да Так, что такое Это Ола Улогу Веодос Ксено Заусен Ипполи Осидиен Эхондес Фронисен Угу Угу Что ж Понятнее не стало, если честно Но, допустим Ладно, окей Стой, погоди А, когда начался-то отчет? В понедельник утром Когда ты очнулся в этой реальности Ты первая трещинка в современном лике божества Начало конца Это все потому, что я иногда говорю какую-то дичь о конце света, да? Да Ты изрекал слова Пала Ветропос И дома в доме Перекарнатских Вещи, люди, даже слова Низвергнутся Все потеряет свое значение в ближайшие годы Вот почему ты заклеймил себя А я уверен, что это не шутка или какой-нибудь, например, защитный механизм Это определенный защитный механизм тоже Угу Что ж Что-то мне страшно Так и должно быть мировой остров Крошица у тебя под ногами А вдали лишь Палентропос Палентропос Пусть Это просто моя гипотеза Но может это как-то связано с похмельем И действительно думаю, что скоро нанесу миру Что нашему миру может настать конец Лиг женщины покрывается трещинами Грянет великое заклание Так, надо почитать, что там у нас с копом апокалипсиса Минус один риторика Семь часов изучается Ну-ка Ну такое, если честно Он просто поднимает лимиты для изучения Так что нахер не надо Опа Смотрите, во Вкачали эту Внимательность Сразу Всякие штуки находим Букварь Книга для малышей Опа Вот это я что-то не помню такого Находил ли я его Раньше Па-па Находил, да Учебник для первого класса начальной школы Это именно то, что мне нужно Эта книга расскажет тебе, что к чему Поможешь разобраться с базовыми понятиями В которых ты, похоже, путаешься Наш антропоморф Наш антропоморфный медведь Устроит тебе незабываемый разбор Чего? Алфавита Ну ладно На каждой странице слово, начинающееся на одну из букв алфавита И тусклая картинка Большинство слов — это научные культурные понятия Ты читаешь Я готов А. Азимут Б. Борей В. Визирк Г. Градиент Д. Диамант Е. Эклит Е. Ёмкость Ж. Желатин В. Земля I. Икон И. Икон Г. Коллапс Л. Лаудану М. Мириад М. Мириады Н. Надир О. Ореол П. Перегелий К. Р. Родендрон С. Синус Т. Триколор У. Ультра Ф. Фактор Ф. Холорофил У. Ц. Целлофан Ч. Человек Ш. Широта Ш. Щелочь Э. Э. Эритроцит Ю. Ириспруденция Я. 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 Дро И. Это все? Это все? Теперь ты знаешь алфавит? Хм. Это так называемая мя Международный язык Разработанный градскими учеными В 20-х годах Например, синус означает символ Ким, я знаю алфавит Это хорошо, я тоже знаю алфавит Он считает, что это очень полезный навык Для Множество знаний Например, для чтения и Круто Изучили алфавит Не видели вы где-нибудь на побережье Рыжеволосую женщину по имени Руби? Нет Не видела Не видела Ну, вы знаете, о ком я говорю? Это мой маленький город из шлакоблока Я знаю, что здесь происходит Она уклоняется от ответа Она что-то знает В Мартинезе Произошло убийство Она может быть замешана Мы были бы благодарны вам за помощь Да неужели? Я знаю, как устроен этот мир И что доносный к чему хорошему не приводит Вы ведь что-то знаете Мы здесь, чтобы помочь Это точно дурное предзнаменование Чтобы помочь себе и своей организации Помочь тучам Собраться на горизонте Ясно, вы что-то знаете, но не хотите нам рассказывать Да нечего особо рассказывать Люди приходят и уходят Хотите что-нибудь спросить? Понимаю Мы все равно здесь осмотримся Надеюсь, вы не против Руби была здесь, ты уверен? Спроси у нее о жилье Ага Где здесь можно остановиться? Остановиться здесь? Большинство людей пытается отсюда убраться Но если ты хочешь снять жилье У меня в хиджине есть свободная комната Сколько хотите? Я не возьму с тебя денег Считай, это жестом доброй воли От деревни РГМ Вы мне дадите пожить просто так? Я никто не пользуюсь И в любом случае это не бог есть что Можете там остановиться Есть один парень, Гарт Мне приходится ему платить каждый день Чтобы не окалить на улице Так они прибирают тебя к рукам Потом Потому что мы Потому что мы и выстроили собственное жилье И шлакоблока на берегу моря Чтобы не давать денег этим пройдохам Не бог весть что Зато все наше Погодите, а почему ей никто не пользуется? Дети выросли И как водится, покинули дом Он давно опустел Я живу в маленькой боковой пристройке Ее проще и дешевле обогревать То есть я могу просто так там жить Точно Там довольно простенько Но есть постель и крыша над головой И у некоторых местных этого нет Когда Игнус Нильсон Вахский коммунист-революционер Находился в бегах Он прожил десяток месяцев В лачуге на Борейском плато Это может стать первой главой моих мемуаров Из грязи в князи Ладно, это поможет мне укрепить связь с пролетариатом Не вздумай затеять очередную революцию в моем доме Мы едва пережили последнюю Так что насчет комнаты Так что насчет комнаты Она нужна тебе? Конечно Не заставляй старую женщину Пожалеть о том, что она пустила полицейского в свой дом Что ж, если утром не застану вас в гостиницу То буду знать, где вас искать Здесь, в хижине Он чувствует небольшое облегчение От того, что ты съедешь из той комнаты А не торопится ли он? Здешняя атмосфера способствует только одному Пьянству Ага, а что за песню вы напеваете? Колыбельную, которую мне пела матушка А я пела своим детям Это старая самарийская детская песенка И как она называется? Покорись ночи Как-то мрачно для детской песенки Даже для колыбельной Красивая мелодия Да, красивая Что находится в этой рыбацкой деревне? Только мы Мы уже почти не существуем Едва ли это можно назвать деревней? А как это? Это место... Этого места вроде как и нет Это мертвая зона Белое пятно на карте Просто скопление безымянных хижин На безымянной улице Здесь царит настолько вызывающая бедность Что это даже не смешно А можно здесь на чем-нибудь подзаработать? Здесь? Тебе? Нет, офицер единственной деньги Здесь это монеты, которые алкаши пытаются спрятать от своих жен и забыли где Кто еще живет в этой деревне? Ну, Лильен с детьми В доме на восточном... В доме на востоке новые жильцы обосновались Но сейчас их нету И еще эти алкаши Зрелище, конечно, не слишком приятное Но с этим уж ничего не поделаешь Дом... Есть дом даже для них Ага, какие еще алкаши? Рано или поздно увидишь Их долго искать не потребуется Ну что-то же здесь должно быть, скажите Вон там ты можешь найти все то же самое Хижины и дикие заросли Там язва Между этим местом и джемроком Целое море старых деревьев, покрытых сажей Под ними крошечные домишки Одичавший парк Язва? Что это? Старый военный госпиталь и его окрестности Во всяком случае, так было во времена Сузеренитета После войны там образовался благотворительный госпиталь Для контуженных ветеранов и несчастных имущих Ищущих покоя в заброшенных садах санатория Теперь там одни безымянные улицы и времянки из шлакоблоков Сплошные хижины, насколько хватает взгляда А что случилось с госпиталем? Благотворители закончились Персонал разбежался и все закрылось Госпиталя давно нету Понятно А что есть дальше по побережью? Ничего особо интересного Есть заброшенная церковь Долорианская церковь человечества Она появилась здесь еще до моего рождения А почему она заброшена? Некоторые вещи просто не задерживаются в этом мире, офицер Осмотритесь вокруг Кому здесь уходить церковь? Ее построили три сотни лет назад Тогда, наверное, было лучше Так они больше не проводят службы? Церковники? Нет, они пытались, но все время что-то мешало Преступность, несчастный случай, то одно, то другое Церковь все время закрывалась Жаль, как когда-то это была славная церковь Она чего-то не договаривает Продолжай разговор У меня такое чувство, что вы что-то не договариваете В чем дело? Ну еще это музыка, музыка из моря Начала играть несколько дней назад и теперь гремит даже по ночам А теперь вокруг церкви шныряют какие-то подозрительные личности и мне это не нравится Интересно Если будет время, можно разузнать, что за сыр бор там Что еще есть на побережье? По дороге к церкви можно найти развалины То ли многоквартирного дома, то ли какой-то электростанции Пустые развалившиеся здания Так что это, квартиры или электростанция? Я точно не знаю, это довоенная постройка Что-то там было До войны Но меня-то здесь в это время не было, я родилась в Самаре А что здесь примечательное? Примечательное? Старый рыбный рынок рядом с пирсом, но он закрыт Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? Никому, поэтому он и закрыт Когда-то рынок бурлил, когда я и все остальные молодыми были Теперь все, что нам удается поймать, мы сразу загружаем в машину, которая отправляется в Дельту или куда-то еще Это все? На побережье должно быть что-то еще А ты что, один из этих агентов по недвижимости с грандиозными планами? Если ищешь возможность для застройки, проверь заброшенное здание на краю земли Раньше там был склад снабжения Мы так думаем Оттуда товары и боеприпасы отправляли через залив Но сейчас он наглухо запер Мы пытались проникнуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-нибудь на продажу или другие нужды Но это невозможно Теперь ты знаешь все об этом побережье Угу, понятно Расскажите о себе, кто вы? Я? Никто, просто прачка Мать назвала меня Изабель, если вы об этом А по мужу я Садия А меня зовут Гарри Что ж, думаю, так я и поступлю, Гарри Что звучит неплохо Узнавала я одного Гарри Сильный был Но тупой, как полено А что с ним случилось? Он слишком налегал на наркотики Настолько, что выпал из лодки и разбил голову об уек Те, кто это видел, говорили, что его голова лопнула, как арбуз Ужас Угу Что ж Меня попросили получить вашу подпись Что это такое? Ох, не... Я не могу разобрать эти каракули Скажи мне, что это значит Угу Эврар хочет построить на части деревенской территории молодежный центр Ааа Я, может, и ослепла наполовину Но, судя по всему, часть деревни станет улицей Лучшая часть Та часть, через которую мы покидаем наши дома Ты говорила об этом с Лильен? Я даже не подумываю это подписывать без ее согласия А где мне ее найти? Вон она Брюнятка, что Перегнулась через перила Угу Тогда спрошу сперва у нее Да Нельзя же подвезти толстого господина Клэра, да? Она совершенно не в восторге от того, что Коп занимается делами местной шишки Совершенно Тут я согласен Так, если попытаюсь сейчас туда зайти, мне Ким покинет Ким не хочет туда со мной заходить, но Мы сейчас тут все возьмем Выйдем И поболтаем с старушкой И заодно побреемся Порывистый прибрежный ветер все еще бьется в окно хижины Под фундаментом то и дело глухо ворочат волны Прислушаться Такое чувство, будто ты натянул шапку на уши И все звуки в комнате стали приглашенными Снаружи холодно и ветрено, но ты внутри Тебе тепло и спокойно Чем станет для тебя это место? Новым пристанищем, где я смогу тихонько сидеть, пить и умирать, глядя на набегающие волны Нет, я скажу, это будет передовая база для береговой части операции В небе над головой раздаются тостливые крики чаек Они кружат высоко над деревянным пирсом Заставленным заброшенными прилавками, столиками и скамьями Призраками давно потерянного прошлого В ветхой хижине на корею деревни Мужчина средних лет прислушивается к ворчанию печки Благодарю тебя, странное ощущение, за беспристрастную оценку текущей ситуации Ветер снаружи усилился, волны снова начинают биться о сваи Как будто мысли в твоей голове озвучивают чужой голос Загляни под половицы Так я за этим и пришел И достаем патрон один Этот патрон не подходит для казнозарядки Он вроде был орудием убийства Ну, вроде того, что он был Ну, вроде того, что был орудием убийства Так, нам особо нечего читать больше Пиджак короев? Не помню такого, ну-ка Это щегольчкий пиджак тебе очень идет В нем ты чувствуешь себя деловым и незанудным Кроме того, у него очень удобные вместительные карманы Ля, вы тут посмотрите Он тут, а не ебать, нахуй Пока с зеркалом ничего не сделать Побриться это правильное решение? В воде показывается размытое отражение твоего лица Нос распухший и красный Волосы спутаны Уголки глаз в лоб И лоб прорезают морщины Усы изрядно разрослись Если избавишься от бекенбар Ты станешь выглядеть как пожилой лошок Как жалкий лошок Словно художник с кистью или мастер фехтования Ты ловко орудуешь зеркальцем и бритвой с мыльной пеной Чтобы истребить все ненужные волосы у себя под носом Острое лезвие с царапающим звуком скользит по твоей коже Там, где была борода, кожа кажется нежнее И воздух заметно холодит ее Потрогать выбритые щеки Они такие удивительно мягкие Тебя охватывает чувство свежести Словно ты только что вылез из ледной ванны Правильно ли я, что побрился? В воде показывается размытое отражение Жего чисто выбритого лица Несмотря на распухший нос, спутанные волосы И неизменные отеки Ты выглядишь немного моложе, да? Ты почти что выглядишь профессионалом Твое лицо, как оно и есть Обычная человеческая физиономия Без гримас Жаль Так, надеюсь, ким не свалил Я побрился Да Не знаю, что сказать Может Ну Ну говори Не уверен, что вышла удача Мне, пожалуй, все же больше нравились бакенбарды Они прикрывали Повреждения Да, повреждения Он хотел сказать повреждения На любом случае, рад за вас Так, идем к старухе Почему под половицами вашей хиджины был спрятан патрон? Черт Патрон? А зачем поворачивали? Это не вы его туда положили, не так ли? Это она Пропавшие спрятанные вещи Она была хорошим постояльцем И не была глупой То есть вы сдавали ей комнату? Да Я отдала комнату этой девочке, Руби Я раньше так делала, когда у нее были неприятности Или она просто искала уединения Я же сказала, мы здесь рады всем И когда это было? Она объявилась в прошлую пятницу и ушла в понедельник Торопилась Во что эта девчонка впуталась? Кажется, старушка действительно волнует за свою бывшую постояльцу Она и раньше прятала здесь проблемы Но этот случай отличается Полиции предстоит это выяснить Итак, прошу вас отвечать на вопросы, насколько точно, насколько сможете У нас их несколько Вы сказали, она ушла в понедельник Да Очень рано Около восьми, я думаю Вероятно, ее, как и тебя, разбудили Разбудил шум мотокарета лейтенанта Ким, она, наверное, услышала твою кинемо Да Это оборотная сторона 130-го киловаттного двигателя Он предупреждает многих плохих парней о твоем приближении Комната осталась нетронутой после ее ухода Я прибралась там, всегда так делаю Нашли что-нибудь? Нет Истинный мессир А какая она эта Руби? Приятная собеседница Знает, как говорится, старая женщина В моем возрасте и поговорить-то толком не с кем Так что, я это в ней ценю Во время своего последнего визита Она много с вами общалась? Нет Держалась особняком О чем это вы? Она старалась не подавать вида Но было ясно, что порыбачить... Не порыбачить сюда пошла Обычно она любит позабрасывать удочку Но в этот раз почти все время сидела в комнате Как вы думаете, почему она оставила патрон там? Да откуда мне знать? Она грубоватая, но не агрессивная Она не носила при себе оружие Ты можешь поделиться своей догадкой О том, что это была отчаянная мера Узнать, способна ли Рубина такое, по мнению старухи Мне на ум приходит одно возможное объяснение Я думаю, это план побега Побега откуда? Из жизни Нет, она боец Она и правда в это верит Ладно, куда она направилась? Не знаю, дальше вдоль побережья Она пыталась уйти незаметно, но петли на этой двери воют, как коты в марте Так что я проснулась Слышала поступь ее тяжелых ботинок на север Направилась Это полуостров, возможно, она в ловушке Тебе никогда ее не найти Она знает побережья, как свои пять пальцев А ты здесь новичок Не волнуйтесь об этом, мадам Мы довольно упорные Блин, я очень надеялся, что она прячется в деревне Да, найти ее будет слишком сложно Куда лучше остаться здесь? Разжечь приятный теплый огонек в печке? Нет, ты справишься, у тебя еще достаточно пороха Зашлакоблочными хижинами, к небу поднимаются старые довоенные развалины, похожие на замок Ага, воет ветер Что-что? Одна просьба, офицер Если вы ее найдете, пожалуйста, не обращайтесь к ней слишком сурово Она говорит от сердца, это искренняя просьба На самом деле она хорошая девочка Ну, что ж, я думаю, на этом можно и закончить тогда На этой хорошей девочке И продолжить уже в следующей серии Благодарю за просмотр До скорой встречи Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok